1 мая 1945 года на аэродроме Шипенбайль, на праздничном построении офицеров 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии, произошел уникальный случай, подобных которому не было за весь период Великой Отечественной войны. Командующий 1-й воздушной армией генерал Хрюкин поздравил личный состав с праздником и начал вручение правительственных наград. Неожиданно для всех командарм зачитал сразу два указа о присвоении одному из летчиков звания Героя Советского Союза Этим летчиком был Муса Гайсинович Гореев, штурман 76-го гвардейского авиаштурмового полка Случай действительно уникальный. Понятно, что указы о присвоении звания Героя, а затем дважды Героя были подписаны не в один день. Просто вручать эти награды было некогда. Летчики-штурмовики в ходе восточно-прусской операции практически не выходили из боев. Поэтому-то летчик-штурмовик Муса Гореев в один день получил сразу две золотые звезды, став дважды Героем. Случай уникален еще и тем, что дважды Героем Муса Гореев стал менее чем за два месяца. Первый указ подписали 23 февраля 1945 года, 2-й – 19 апреля 1945 года. Праздничное построение завершилось, и на свой аэродром летчики возвращались в приподнятом настроении. Стоял прекрасный весенний день. Красная армия штурмовала Берлин, и победа была не за горами. А в полку Мусу Гореева ожидал еще один сюрприз. Не успел летчик еще отойти от поездки в дивизию, как его вызвал к себе командир полка и, извиняясь за задержку с награждением, вручил ему еще два ордена – Александра Невского и Отечественной войны первой степени. Уникальность и интересность этой истории заключается еще и в том, что в этот же день воздушный стрелок его экипажа, гвардии старшина Кирьянов Александр Иванович, был удостоен ордена славы первой степени, став полным кавалером этой награды. Само собой такие высокие награды просто так не давали. Их надо было заслужить, а для этого регулярно встречаться с Костлявой в боевых вылетах и уцелеть. Они и уцелели. Вдвоем. Экипаж, состоявший из летчика Мусы Гореева и стрелка Александра Кирьянова, уникален еще и тем, что они дрались вместе с самого начала. Как попали на фронт под Сталинградом в один экипаж, так до конца войны вместе и летали. Это бывало не так часто, потому что стрелки на Ил-2 погибали намного чаще летчиков. Но только не в экипаже Гореева. Вместе с Кирьяновым он совершил более двухсот боевых вылетов. Воевать он начал под Сталинградом, где совершил одиннадцать боевых вылетов. Потом был Мюсфронт, бомбежки немцев в составе крупных групп самолетов. В наградном листе Гореева особо отмечается, что он несколько раз летал бомбить танки эсэсовской дивизии «Мертвая голова». Его сбивали. В одном из вылетов Фокеры облюбовали машину Гореева. Ил загорелся, пришлось идти на вынужденную посадку. Посадил машину рядом с передовой, выбрались вместе с Кирьяновым. Пехотинцы дали машину, чтобы добраться до полка. Полку их посчитали погибшими, только медсестра Валя Мигунова, в дальнейшем ставшая Гореевой, стояла на улице и ждала, что Муса вернется. Он и вернулся. Вообще, Муса, по воспоминаниям его стрелка, обладал какой-то феноменальной внимательностью и чувствительностью. Кирьянов вспоминал, что Гореев обладал непостижимой осмотрительностью. Старшина восхищался талантом своего командира, который не раз предупреждал своего стрелка о том, что их атакуют немецкие истребители. Для Кирьянова всегда оставалось загадкой, как командир мог видеть то, что происходило у него за спиной. Когда Гореев стал Камэском и водил группы на боевые задания, с ним охотно отправлялись в полет. Боевые вылеты на штурмовике Ил-2 – сверхопасная боевая работа. Когда ты заходишь на боевой курс, в тебя стреляет все, что может стрелять, а зенитная артиллерия у немцев была очень неплохая. Тем значимее результат которого добился Камэск Гореев, когда его полк выполнял боевые задачи над Белоруссией и Литвой. Эскадрилья провела 655 боевых вылетов и ни одного потерянного экипажа. Мусе Горееву на тот момент, когда он стал дважды героем Советского Союза, было 23 года, Кирьянову – 25. По нынешним временам – мальчишки, а они летали на штурмовиках, ходили в обнимку со смертью, и каждый боевой вылет мог стать для них последним. Войну 23-летний дважды Герой Советского Союза закончил в звании майора и в должности штурман полка. А 24 июня 1945 года он вместе с другими воинами-победителями стал участником знаменитого парада Победы в Москве.